Привет! Сегодня мы будем говорить про сведение баса с бочкой, но не спеши выключаться, переключаться, потому что это будет не совсем стандартное видео и оно, как и все видео на моем канале, будут достаточно странные. Я сейчас хочу сказать о том, что дохрена есть видео на тему того, что чтобы сочетались бочка с басом, нам нужно сделать какую-то там эквализацию, типа вырезать в одном, вырезать на басу, добавить на бочке, сайдчейн, потом там компрессия, выделение атаки, ну и все, и все, и все в таком духе. Но, скажу по своему опыту, да и не только по своему, что одного этого недостаточно. Даже если динамически бочка с басом звучат очень хорошо и создают некий грув, остается одна очень серьезная проблема. Они могут не сочетаться тембрально друг с другом, то есть их тембры, они будут разные. Например, мы имеем достаточно темный, такой, ну не очень яркий, да, бас, какой-то широкий, возможно какой-то гуляющий, да, что часто бывает, например, в электронной музыке или там в эмбиенте каком-нибудь. И при этом наша бочка очень четкая, очень сфокусирована, с понятным плотным толстым низом, с очень яркой атакой. Такой бас с бочкой не будут сочетаться, вот физически просто не будут сочетаться, потому что они будут как из разных вселенных. Наше это видео, оно как бы не только про сведение, но и в том числе про аранжировку, потому что на самом деле подобные ошибки, это ошибки именно аранжировки. И потом уже продюсер, инженер на сведении эту, конечно же, ошибку исправляет при помощи эквалайзера, но здесь может начаться проблема того, что музыканту не понравится, что его бочка теперь хреновой звучит, да, что она стала темная. И вот иди ему теперь, этому аранжировщику, ну или там продюсеру, доказывай, что атак все-таки лучше. И для начала я хотел бы показать вам, ну более показательно, мне кажется, это дело все с цветом. Я сначала хотел про живопись начать говорить, но понял, что я вряд ли остановлюсь. Но все же с цветом будет более понятно, да. На самом деле вот то, о чем я сейчас буду говорить про цвет, это все прям очень просто переносится на музыку, просто держите это в голове. У нас есть рипер и его дорожки, и на самом деле здесь есть три палитры, и не пришлось открывать фотошоп даже. Смотрите, у нас есть три палитры, это первая, вторая и третья. Чем они между друг другом отличаются, вот эти три палитры? Как бы мы можем сказать, что цветами, но, например, если вот это цветами отличается, то вот это, например, с этой цветами отличаются не очень. Основное у них отличие, это их настроение или, иными словами, сатурация. Например, вот эти цвета выглядят очень яркими, а вот эти цвета очень яркими не выглядят, они как будто бы такие более пастельные. Тогда как вот эти цвета, да, здесь немного другой набор, в принципе, цветов, но вот эти цвета, они более темные. Мало того, что они пастельные, они еще как будто бы накрыты тенью. И давайте сейчас такой пример, мы, например, ну, да, ясно, я думаю, здесь не стоит, да, спорить и что-то доказывать, показывать, потому что вот этот фиолетовый явно более такой темный, чем вот этот фиолетовый, да, ну, и, соответственно, чем вот этот, тем более. Давайте теперь мы окрасим все наши дорожки, ну, которые мы тут с вами видим, в какие-то цвета, которые у нас тут есть в палитре. Например, вот как-то вот так, и вот так, и вот еще вот, я не знаю, вот так. Что можно сказать об этих цветах? Они с точки зрения гармонии не очень хорошо между друг другом сочетаются, вот. Ну, в целом, нет, как бы здесь-то, да, вот эти рядом стоящие цвета еще более-менее. Но в остальном какой-то просто набор цветов. Но при этом нельзя сказать, что они, ну, как бы выглядят очень дисгармонично, да, мы так не можем сказать. Потому что они имеют общую какую-то сатурацию, они вот все затемнены. Простой пример, который можно привести по аналогии с музыкой. Если мы возьмем какой-то очень плохо сведенный микс или вообще не сведенный микс, выстроим инструменты более-менее по балансу, да, и просто срежем нахрен весь верх, где-то там до, например, двух тысяч, мы получим очень темное звучание трека. Но что самое интересное, это будет звучать не так плохо. То есть, как бы, ну, если не так сильно нутрировать, а, например, сделать срез на, скажем, 10 или на 9 килогерцах, да, где еще сохраняется достаточно много верха, мы поймем, что, да, блин, в общем-то, оно звучит как бы лучше явно, чем с верхом. Это потому что как раз мы вот даем какие-то общие характеристики всем инструментам. Мы тембрально сравниваем все инструменты. Это очень важный момент. Давайте попробуем теперь сюда добавить вот такой вот фиолетовый. Что можно о нем сказать? Он явно выделяется из всех цветов. Он более яркий, да, то есть все остальные цвета в тени рядом с ним. Но при этом мы не можем сказать, что он не гармонирует. Это по той причине, что этот фиолетовый находится рядом с другим фиолетовым и создает некий переход. Аналогия со звуком может быть какая? Что если у нас, например, достаточно темный бас, да, и мы к этому темному басу добавляем какой-то, ну, тоже темный лид, мы также можем к этому лиду, который будет обыгрывать те же самые ноты или похожие ноты, то есть играть похожую гармонию, добавить более яркий лид, да, какую-то, может быть, подкладочку или какой-то инструмент в виде хай-хета, который будет играть в ритм с нашим синтезатором. И тем самым он будет с ним сочетаться, потому что у них есть какой-то общий набор характеристик, да, они чем-то похожи друг с другом, то есть и чем похожи, то есть хотя бы они играют там ту же самую гармонию, или они играют те же самые ноты, или они ритмически движутся точно так же, и поэтому они будут лучше сочетаться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но если мы сейчас эту дорожку возьмем и перенесем сюда, мы поймем, что, ну, вот это вот вообще совсем колхоз, да, этот цвет уже вообще здесь никак не сочетается. То есть сочетание звуков так же, как и цветов происходит тогда, когда у них есть какой-то общий набор характеристик, и это нужно понимать, это важно понимать. Теперь, если же мы сюда добавим, например, вообще какой-нибудь, ну, вот такой розовый цвет, понятное дело, что он тут вообще никуда никак не впишется и никогда не впишется. Ну, если мы его начнем, его сатурацию понижать, сделаем таким, а потом сделаем таким, а потом сделаем таким, то, в общем-то, в принципе, уже не так-то и плохо все происходит. Я надеюсь, вы поняли, о чем я хотел сказать. Это важный момент в понимании, как в сведении, то есть, да, это нужно держать всегда в уме. Но в большей степени, конечно, при продюсировании музыки. То есть, если вы записали яркие гитары, то у вас не менее ярким должен быть рабочий барабан. Рабочий барабан, опять, да что же ты будешь делать? Малый барабан, сенейр. Аналогично с этим, да, что если у вас трек в стиле дарк какой-то, да, у вас не должны быть яркие, при этом ударные. Конечно, конечно, теоретически подобное возможно. Но вам нужно будет искать другие точки соприкосновения этих звуков. То есть, если не по общей яркости, не по общему тембру, значит, что-то другое. Значит, они тонально как-то должны сочетаться или они должны как-то по продолжительности сочетаться. В общем, это очень тонкая грань. И здесь нужно понимать, что каких-то теоретических знаний тут нет. Здесь чистая практика и чувство вкуса. Это именно то, что либо у вас есть отрождение, да, либо у вас этого нет отрождения, и вы это развиваете посредством работы над собой. Нельзя сказать, что вот есть какие-то совсем, что вот да, я круглый идиот, у меня вообще нет вкуса, я надеваю зеленую джинсовку, блядь, с белым платьем. Такого нельзя сказать ни про одного человека. Чувство вкуса, оно вырабатывается. Просто у кого-то оно есть, оно привито с детства, у кого-то нет. И это вещи, о которых нужно всегда помнить. И давайте мы перейдем, наверное, к практике. Хватит балаболить, уже 10 минут я говорю. Перейдем к практике, у нас будет два практических примера. Первый у нас будет в миксе уже, в готовом, я там какой-то простецкий написал. Просто, чтобы вы поняли, как это звучит в миксе. Второй практический момент мы разберем уже непосредственно, ну, на живом примере возьмем просто вообще сырые бас и бочку. Давайте переходим. Итак, первый пример, возможно, не особо удобоваримый, по причине того, что когда я отключу эквалайзеры, вы услышите явный дисбаланс по громкости. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, как сильно бас и бочка начинают не то, чтобы конфликтовать друг с другом, а как будто бы не сочетаться друг с другом. В общем, слушаем до и после. Давайте я объясню, что именно происходит. Здесь вы видите, это бас первый, а второй эквалайзер это кик. И на кике вырезан, ну, то есть у него изначально форма была, да, она как бы такая. А бас при этом был достаточно горбатым, то есть у него здесь был достаточно сильный подъем средних частот, нижней середины. И из-за того, что они вот тембрально не очень хорошо сочетались, звучало это так, как будто бы они, ну, то есть они звучали неоднородно. Бас с киком должны звучать в треке однородно. Ну, просто так будет хорошо. Это не обязательное правило. При этом вы можете видеть, что кик, то есть у него вот это вот, ну, скажем так, его щелчок в данном сэмпле, он находится на 2084 Гц. И такой же подъем я сделал, соответственно, и на басу, для того, чтобы подчеркнуть их. Если бы, ну, если вдруг в каком-то, ну, типа, произойдет такая проблема, что у вас будет, например, из-за этого конфликтовать бас с киком, вы можете на самом деле сделать все очень просто. Вы можете сделать легкую сайдчейн-компрессию на басу. Здесь у меня, в принципе, так и сделано. То есть у меня стоит реком, который всего там 3 децибела, ну, понижает. Именно 3 децибела те, которые, в общем-то, ну, 3-4 децибела, которые я и поднял на эквалайзере. И еще один момент. Соответственно, на синтезаторах я вот эту полосу, наоборот, сделал меньше. Для того, чтобы кик и бас лучше чувствовались. А на синтезаторе эта полоса как бы опущена, за счет чего нету вот этого частотного конфликта, инструменты между, ну, то есть они не мешают друг другу, и мы хорошо слышим, как бас и кик и бочка пробиваются. Давайте сейчас мы солируем секцию баса и солируем кик, и послушаем лучше, что происходит. Здесь нужно понимать, что сказать, что есть какие-то рецепты, нет, здесь как бы никаких рецептов нет. Изначально вы должны подобрать хорошую бочку под ваш бас. Или там бас под вашу бочку, смотря что у вас является основой вашего трека. Нравится вам больше вариант с эквалайзерами или без, это опять же дело вкуса. Ну, это чистой воды вкусовщина. Но на мой слух, на мой взгляд, с этими эквалайзерами бочка и бас, они характерно подходят друг другу намного лучше, чем без них. Вот, и давайте теперь перейдем ко второму примеру, где непосредственно будем, ну, что-то крутить. Для третьего примера нам понадобятся наушники, точнее мне, ну, просто чтобы лучше слышать, потому что что-то шумно, больно. У нас вот такой вот бас. Что можно об этом басе сказать? Он, ну, такой темный, мутный, все как надо нам для нашего примера. Есть у нас вот такой вот кик. Яркий, прям охренеть. И давайте мы нашему кику добавим яркости, потому что мне кажется, что ему ее не хватает. Конечно, я утрирую сейчас, но, предположим, у нас вот такой кик. Я открою прокью. Мне кажется, что у него слишком сильно много баса. Ну, что-то уже ближе. Ну, короче, предположим, у нас вот такой кик, да? Он очень такой басистый, громкий. Давайте мы его сделаем потише. Ну, и включим его вместе с басом. Нельзя сказать, что они, ну, типа, плохо сочетаются. На самом деле, здесь кик подобран в тональность того, что играет, соответственно, бас. И в целом можно было бы оставить и так. То есть это уже, опять же, еще раз говорю, это вопрос вкусовщины. Но кик, он какой-то более сфокусированный. И он, ну, не чувствуется, что как-то вместе с ним трек играет. Конечно, мы можем сейчас закинуть сюда кикстарт. Ну, здесь даже сложно сказать, что было лучше. Ладно, в любом случае, давайте посмотрим на наш кик. Давайте откроем эквалайзер. Включим у него здесь вот эту штучку. Ну, и вот мы примерно видим, как наш кик выглядит. На самом деле, нам не нужно, ну, прям, настолько много горбов у него. Ой, я не то включил. Я имею в виду, в смысле, мы можем сделать и меньше резолюшн, чтобы у нас меньше гармоник участвовало в анализе. Вот, так мы будем... Сейчас объясню, зачем я это сделал. Так намного проще воспринимать не какие-то нюансы звука, ну, я имею в виду, видеть в смысле, а видеть больше, как бы, его вот тембр, да. Намного проще так его определять. Я советую вам так делать, когда вам нужно понять именно тембр. Потому что, когда куча гармоник торчит, не совсем понятно, где именно сфокусирована основная энергия у дорожки. А если сделать, например, там, ну, где-то середину наполовину посередине, то можно получить вполне себе понятный результат. Что мы можем сказать о кике? Он у нас с большим количеством низа, да. У него по сравнению с высокими частотами достаточно сильно провалена середина. Вот, причем середина как бы от нижней середины, ну, да, где-то там на нижней середине начинается завал. От 300 Гц. Ну, и, соответственно, пошел дальше. Посмотрим на то, как выглядит наш бас. С басом будет все по-любому по-другому. Здесь у нас медиум. Ну, все, в общем-то, как надо. Послушаем. Мы видим, что визуально они очень сильно отличаются. Еще раз, я не хочу, чтобы вы принимали это как-то вот совсем, не знаю, как это правильно сказать, близко к сердцу. Не нужно, конечно же, прям, ну, совсем делать подобные. Но чем ближе будут оба этих рисунка, тем лучше. И еще важный момент. Не нужно смотреть на показатели анализатора всегда. Намного лучше все делать на слух. Я просто делаю с анализатором, потому что это быстрее для урока. Но в жизни я на самом деле мало пользуюсь ProQ3 и прочими эквалайзерами, потому что я для себя понял одну простую вещь. Я не слушаю ушами, а смотрю глазами. И порой, когда ты эквализируешь, например, гитару или вокал или еще что-то, ты потом эти кривые перекладываешь на то, что вот здесь, и понимаешь, что ты такие кривые никогда бы не нарисовал бы в ProQ3. Не потому что они очень сложные, а потому что порой ты что-то подкручиваешь и думаешь, блин, ну не, ну вырез на 12 дБ, да еще и в нижней середине. Да не, вы что. Ладно, это было маленькое отступление. Давайте попробуем повторить что-то подобное, как и здесь. У нас явно подъем на 4800, и давайте этот же подъем попробуем сделать на 4800. Тем самым мы добавим яркости нашему басу, и 4800 не обязательно делать, просто в районе четырех, то есть нам нужно сделать его более ядовитым, такой, как бы, чтобы был больше звук эсида, да? Слушаем. Иногда полезно добавить еще, например, вот так вот фильтр, чтобы подъем был, как бы, не таким, он будет не таким резким и более интересным. И давайте даже, наверное, сделаем не так. Я сейчас перед ним поставлю EQP. Просто у EQP будет именно вот тот самый нужный подъем. Сделаем 4000 и сделаем вот так. Конечно, такие подъемы с очень острым фильтром, они страшные, потому что у нас сейчас фаза поплыла, и бас куда-то разлетелся. И теперь добавим этой области чуть-чуть, хотя, возможно, уже и не стоит. Ну, послушаем сейчас. Попробуем оставить так. И теперь сделаем побольше низа, ну, например, где мы там добавим вот здесь, да? Скажем так, вот здесь, я думаю. Вот здесь мы уже будем мешать кику, а вот тут будет хорошо. И, понятное дело, здесь вот у нас есть на двух, две 400, есть провал. Давайте попробуем его немного повторить. Не сильно. Опять же, в нормальной жизни так, конечно же, делать не стоит. Мы просто пытаемся совсем прям, ну, не скопировать, конечно, тембр, но сделать близкими. Что-то все еще не то, ну... Ладно, предположим, что вот так звук, конечно, можно долго крутить, и я предлагаю сейчас сравнить результат до и после. Да, я прошу прощения, у нас здесь несколько все-таки было инструментов, тут был еще EQP, не очень удобный я сделал. Давайте сравним до и после. Сейчас у нас еще и кикстарт будет включаться, отключаться. Но я думаю, что за тембром вы сможете следить. Опять же, еще раз повторюсь, это все вкусовщина. И да, наверное, получилась не лучшая обработка, но, опять же, она сделана на скорую руку. И можно еще один достаточно простой пример. Мы, например, сейчас на наш бас закинем OTT. И послушайте, как будет звучать с ним и, соответственно, без него. То есть, соответственно, что делает OTT, да, он как бы сжимает весь диапазон, и в нашем случае у нас больше низа, и очень сильно стало больше верха. То есть, еще раз, до и после. Итак, наверное, на этом можно закончить. О чем я вообще хотел сказать, да, что такой вот метод подхода к формированию звука, он неправильный. Это не значит, что вы не можете сочетать несочетаемое, да. Никто вас не заставляет, и все-таки музыка — это процесс творческий, как и сведение, как и аранжировка, и саунд-дизайн в том числе. Я просто хочу сказать о том, что если у вас не клеится звук, если у вас не получается, вот что бы вы ни делали, совместить два инструмента, в частности, это бочка и бас, попробуйте посмотреть в сторону формирования подобных тембров. Это очень сильно поможет вам в работе. Вот. Но, конечно, здесь важно понимать, что, ну, например, бочка, роковая бочка, да, она, ну, у нее достаточно мало середины, она часто цыкающая там и так далее. И бас-гитару не нужно делать такое. Иначе, если вы у бас-гитары сожрете всю середину, у вас трек получится пустым, у вас не будет тела в треке. Поэтому иногда не нужно вырезать, нужно просто подчеркнуть. То есть, вы берете бас-гитару, например, и на бас-гитаре подчеркиваете те частоты, которые есть в кике. И тем самым вы доформировываете звук, и они становятся как бы единым целым. Вот это главная задача. То есть, бочка должна играть ниже баса. Ну, это так вот в современной музыке устроено. То есть, если вы, например, у вас басистый бас, например, и басистая бочка, то все равно сделайте так, чтобы низ, саб-низ на бочке, он превалировал. Это будет современный звук. Если вы, наоборот, сделаете бас ниже бочки, и бочка у вас будет такая, ну, более такая, типа, цикующая и менее низастая, то вы получите, наоборот, винтажный звук. То есть, винтажный звук это про бочку выше баса. Ну, как-то так, короче. И, наверное, ну, все. Я не буду больше занимать ваше время. Все ссылки есть в описании. Спасибо, что посмотрели этот видос. Подписывайтесь на телеграм-канал. Спасибо всем, кто донатит. На самом деле, я купил стойку новую для света. Я теперь могу свою рожу нормально освещать. А то у меня была огромная с работы. Ее просто нереально было поставить здесь в комнате. В общем, благодаря вам, картинка, наверное, становится лучше. Наверное. И, соответственно, я могу чаще выпускать контент. В общем, все ссылки есть в описании. Подписывайся на все, что есть в описании к этому видео. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok